Севдопольское понимание, что мы делаем картинку, все красим, а внутри гниль. Я говорю, давайте делать наоборот. Давайте мы внутри сделаем хорошо, а уже обжиток, это уже десятый вопрос. Потому что, ну, сами понимаете. Вот про внутри хорошо. Уже вы первые дни поездили по городу. Есть ли уже, ну, 950 человек, сколько их одномоментно на улицах, людей и машин? Ну, 235 человек одномоментно. Около 100 машин. Ну, потому что у меня 90 патрулей, ездит еще 8 командиров рот, ездит, контролирует, помогает тоже, в принципе, выполняет те же функции. Это 98. Машина мониторинга, это уже служба, которая мониторит непосредственно патрульных. Контролирует, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, чтобы они правильно заполняли, чтобы неправильно работали, общались, ездили и выполняли свои функции правильно. Вот это 99. И зам начальника управления каждый день выезжает. Это 100. Я тоже выезжаю, но я выезжаю уже не на патрульной. Выезжаю, проведя скрытое наблюдение, чтобы немножко их... Потому что, когда машины выезжают, руководство и мониторинг, они по планшетам видят перемещение автомобиля, они знают, а в район заехало начальство, там все быстренько закончили пить кофе. Ну, вы же сами понимаете, все люди, все ребята молодые и каждого там понимания о своей работе еще такое. То есть все машины оснащены GPS этой навигацией? Да, планшетами оснащены. И они видят все-все-всех? Да. И мы видим, где кто находится, где сколько. Ну, например, у нас была ситуация, была вчера неприятная ситуация. На Фейсбук мне женщина написала о том, что ее там чуть наши патрули не сбили. То есть они ее не пропустили на пешеном переходе. Она мне указала четкое время, место по планшету, именно по передвижению. Мы вычислили, какой это был патруль в течение часа. Ну, то есть если быстро отреагируют, то в течение часа это реально сделать. Вот, без проблем. И все, и уже я нашел виновных. Ну, скажем так, юридически доказать их вину сложно. Сложно. Говорю, ну, они сами признались, да, виноваты, да. Наверное было. Говорю, ну, мы не заметили, там, дорожное покрытие, сами видите, какое. Ну, профилактику проводим. И, грубо говоря, технологии новые нам помогают. Ну, говоря о дорожном покрытии. Две секунды. Ну, пускай заходит, но подождет. Говоря о дорожном покрытии, тут вот как-то мне сказали, я хочу проверить эту информацию, что вроде бы уже 7 машин разбили. Нет. Ничего не разбили? Нет, разбили, одну машину. Одну машину разбили, да? И насколько сильно? Ну, поцарапанная. Ну, в смысле на ходу? Она на ходу, но я поцарапанной машины выпускать не буду. Я ее буду ремонтировать. Ну, это там дня 3-4 нужно. Перекрасить, да? Подшпаклевать и покрасить. Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что зарплата 8 тысяч гривен, да? Из чего она складывается? И есть ли вообще уверенность, что это будет? Что не будет секвестра и не останется вам 2 тысячи только окладов? Ну, смотрите. Есть уже утвержденные формулы насчитывания заработной платы кабинета министров. Если их проанализировать, вы сами увидите, что там 8 тысяч получается. Когда люди учились, они стипендию получили? Получали 2 тысячи, да. 2 тысячи стипендий. И, то есть, теперь 8 тысяч однозначно их семьи. Если полицейские приносят семью меньше, то его супруг может задавать ему вопросы. Спокойно ко мне приходить и спрашивать, почему меньше. Ну, теоретически может быть меньше. Машина побитая, как вы считаете, за это нужно наказывать? Да, мы будем лишать премии. Да, мы будем гражданам компенсировать их неумения. Ну, то есть, что должны там из бюджета налогоплательщики платить? Пускай компенсируют тех, кто не умеет ездить или там сильно устал. Понятно, что, вы знаете, они там привыкли к одному режиму жизни. И сейчас я им объясняю, что когда... Ну, потому что у меня там это ДТП уже в конце смены буквально случилось. Где-то устали, где-то там не увидели. Столкнулись. Но, если ты заступаешь, то ты должен конец смены отрабатывать ровно так же, как и начало. Как и середину. Скажите, прежняя милиция жаловалась на то, что им не давали денег на бензин, на техобслуживание. Полностью обеспечено. Полностью обеспечено, да? Получается, а какие у вас отношения с традиционной, ну вот с прежней полицией, которую возглавляет Репешко? А как вообще? Ну, мы не ругаемся, есть рабочие вопросы, конечно, не без шароховатостей. Есть нюансы. По каждому вопросу разбираемся. Там бабушкинский лидер. По невосприятию. Ну, ничего. А что не воспринимают? Ну, там где-то не хотят что-то делать, какую-то там копию, потому что, ссылаясь на то, что у них нет бумаги. Вот вам дают, а нам не дают. Я говорю, хорошо, мы будем со своей теперь много ездить. Ну, это же чисто человеческие моменты. А как, вот, просто мы спрашивали у Репешко, он как-то съехал с этого разговора, как происходит ваше взаимодействие? Что делаете вы, что делает они? Смотрите, все, что касается криминала, это касается уже национальной полиции. То есть мы выезжаем на все вызова. То есть мы приехали, дальше мы оцениваем. Если это административные правонарушения, то мы принимаем решение. Вот, если это криминальное правонарушение, то мы вызываем в следствие оперативную группу. Перед тем, перед стартом нашей работы, перед тем, как запустить полицию, мы сели с Репешко и его подчиненными пообщались и приняли общее решение, уже ссылаясь на опыт других регионов, что вызова будет там в разы больше. Не того, что преступность. Вот многие там ссылаются, что вот, ну, те, которые скептики, и те милиционеры, которые имеют доступ даже до каких-то там статистик, что при запуске работы полиции всегда вырастает статистика преступности. Да не вырастает статистика преступности. Вырастает просто обращение. Люди начинают доверять, потому что в основной массе люди не обращались. То есть при том или ином преступлении люди не обращались, так как они четко понимали, что это не поможет. Мы же сейчас хотим донести людям, что любая проблема, она решаемая, возможно решаемая. Поэтому они должны обращаться, звонить на 102, и на каждый вызов мы приезжаем. Если мы видим, что правонарушение носит криминальный характер, мы вызываем в следствие оперативную группу. От того, что количество вызовов теперь будет больше, мы это просчитали, уже понимали, есть статистика других городов. И мы сразу согласовали с Репешко, что они увеличивают в три раза количество следствия оперативной группы. И в принципе в первые дни там, ну, есть отдельные случаи. Статистика, вы же понимаете, сколько, вот сколько было и сколько стало, вызову. Что-то вот вы сейчас уже заметили разницу? Ну, смотрите, я не знаю, сколько у них было. А, не знаю. У вас нет этой статистики? Откуда? Ну, мало ли. Нет. Я некомпетентный у них просить эту статистику. Сейчас я делаю свою статистику. Я где-то понимаю, что моя... Да. Ждут пускай все. Все ждут. Я буду для себя делать, как точку отсчета, это первые дни работы полиции. То есть то количество вызовов, когда люди еще не знают, что заработала полиция, то есть они живут в своем обычном режиме, они еще не верят в изменения, еще все пропало, нас сливают. Вот эти настрои я беру как базовые. То есть это где-то сейчас 390 вызовов в суд. 102. 102 вам подчиняются? Нет. Это отдельный департамент. Они выведены в отдельное подчинение. То есть получается так. Вот есть вы, вы подчиняетесь прямо Киеву. Да. Есть репешка, которая другая ветка. Подчиняется тоже прямо Киеву. Тоже подчиняется прямо Киеву, но уже по другой ветке. По другой ветке. Есть 102, которая третья ветка. Третья ветка, которая тоже подчиняется Киеву. Таким образом идет на Киев тройной контроль, да? Вот эти все три ветви по сути друг друга тоже как-то контролируют? Ну, они не контролируют, нет, там нет, там непересыкаемые, взаимоконтроля нет, а смысл? То есть если есть проблемы в той или иной ветке, то другая, третья ветка, конечно, она покажет эту проблему и в принципе она решаема, но она не решаема здесь, на местах. То есть мы отлаживаем взаимодействие. Понимаете, это хорошо на самом деле, это неплохо. Конечно, у каждого там есть свое мнение по этому поводу, но я могу сказать, что для того, чтобы качественно провести реформу, мы должны разделить, посмотреть проблемы, возможно, потом что-то объединим. Но так как мы не пересекаемся, мы исключаем возможности, там, тех проблем, которые были в старой милиции. Каких? Коррупционных. То есть у нас нету связи, у нас 102 не завязано на патрульную полицию. То есть они не смогут, ну, у них нету смысла их там координировать туда или в иную сторону. Соответственно, они не связаны там на какой-то райотдел, который, возможно, против того будет, чтобы на какую-то металлоприемку приехала патрульная полиция. Либо при маршруте на то или иное место дислокации они бы как-то могли предупредить. У нас же очень большое количество вырезают кабелей. Это проблема. Вот есть почему-то еще есть игровые автоматы в городе. Для меня это немножко там открытие. Потому что, вы знаете, на Рюмполь, ну, про души вместе работают, не только в Рюмполь, в Донецкой области игровые автоматы сделалось вот так вот. Одним щелчком. Была команда, все начальники районных отделов милиции тогда написали рапортаж, что если на их территории найдется хотя бы один игровой автомат, то они согласны написать рапорт на увольнение. У вас тоже так? Конечно. У нас пока такого нету, я не в силах. Но поступила команда, все проанализировали и игровые автоматы закрыли. Мы уже за, грубо говоря, полторы сутки работы уже закрыли, выявили два игровых автомата. Вот вы выявили два зала. И что дальше? Вызываем следственную оперативную группу. Да, это уже криминал. То есть вы всерьез считаете, что национальная полиция не в курсе была? Нет, я знаю, что они были в курсе. Я уверен, что, ну, даже, может, конкретно там район может не быть не в курсе. Другие могут службы крышевать. И не только в милиция. Ну, откровенно, если говорить. Ну, так вот, положа руку на сердце. Если, ну, скажем так, даже были пресс-конференции, на которых общественные активисты делали карту, да, где они находятся, и передавали ее там, соответственно, ну, хотя бы публиковали. Была возможность, да, из открытых источников это увидеть, если уж совсем никак иначе. И при этом это все жило. Почему вы считаете, что если этим занимаетесь не вы, что-то поменяется? Вот не будет ли вот такого вот какого-то диссонанса с коллегами? Не будет. Не будет. Почему? Понимаете, первый источник все-таки мы. Мы зафиксировали правонарушения. И для того, чтобы, грубо говоря, закрыть дело, надо убрать первый источник. Правильно? То есть переписать где-то какие-то рапорта, поменять информацию. Но если первый источник, у меня есть видео, где мы зафиксировали, что это ировые автоматы. У меня есть опрос. У меня есть достаточно материала. Какой следователь на себя возьмет ответственность закрыть уголовное производство? А если закроют, есть прокуратура для этого. А завтра придет другой следователь, который посмотрит, поднимет это дело и скажет, а что это? Это тюрьма. Понимаете? Это уже очень серьезно. Это уже, ну, я могу сказать, там люди приходят, говорят, вот нам многие звонят, что же там происходит, а как теперь жить, а кто же там, а кому бежать? Слава Богу, мне никто ни разу не подзвонил. Вот слава Богу. И не все прекрасно знают, что это бессмысленно. Поэтому я уверен в том, что то, что мы делаем, как первоисточник, который собирает информацию, уже те, кто и не хотел принимать решение, они просто обязаны будут принимать решение. А если не примут решение, ну, аттестацию вот уже скоро. Вы будете участвовать в аттестации, да? Да. И будут патрульные в членах комиссии. Патрульные? И патрульные будут, и Фацевич будет возглавлять эту комиссию под Днепропетровской области. Поэтому, конечно. Как можно, ну, там вот были предложения для общественных активистов, чтобы они были членами комиссии. А журналистам можно будет присутствовать, но не на такой вот, да, там, постоянной? Как не членом? Да. Я, вы знаете, по практике Киева, ну, я не знаю деталей, я не участвовал еще в этих комиссиях, просто Фацевич предупредил, что мы будем входить в состав комиссии. Но как формируется комиссия, точно не знаю. Но по практике Киева я знаю, что первые там собеседования журналисты присутствовали. Угу. Ну, опять же, это же тоже право тех людей, которые проходят переаттестацию, чтобы вы там присутствовали или нет. То есть человек может, ему есть что скрывать? Ну, это индивидуально. Я думаю, что это не проблема, и разрешат, и... Днепропетровцы очень ждали прихода патрульной полиции, ждали почему? Потому что основные вопросы, которые надеялись, что вы решите, это прежде всего кривая парковка, и во-вторых, это незаконная торговля. Вот что с этим? Ну, смотрите, вот первая критика, которую я получил, это то, что вот вы уже работаете целый день, а машины вот как стояли, так и стояли. Так, давайте поговорим о механизмах. У меня 230 человек. В городе знаков, которые запрещают остановку, тысячи. Я же не могу под каждым знаком поставить патрульную. Согласна? Ну, хотя бы в каких-то ключевых совсем местах. Отлично. В ключевых местах они работают. Таким образом. Сейчас мы дойдем до пассажа, где висит остановка. Смотрите, нам не надо никуда ходить. Что я делаю? Я все... Ну, никуда мы не ходим. Зачем ходить ногами? Зачем ходить ногами? Пожалуйста. Я контролирую их через вип-камеры. Вот. Есть у нас сейчас три автомобиля. В течение... Жду 15 минут. В течение 15 минут. Если не приезжает сюда патрульная полиция... Вот. Видите, люди уезжают сюда. Ну, уезжают. Если сюда не приезжает патрульная полиция, набирают командиры роты, которые отвечают за этот участок. Вот. Но обратите внимание на маршрутки. Они все уже здесь паркуются. Вчера, на это время, еще здесь был коллапс. На сегодняшний день маршрутки уже предупреждают людей, маршрутчики, что люди, забудьте теперь останавливать нас, где вам захотелось. Учите выходить на остановку общественного транспорта. Поэтому контролируется. Это контролируется. Ну, хотя бы там особо... Особо проблемные. Особо проблемные. Конечно. Здесь площадь Троицкая тоже там, говорят... Ну, вы знаете, говорят, вот вы возле себя не можете навести порядок. Я говорю, ребята, ну, на самом-то деле, наверное, было бы неправильно начинать ремонт со своей улицы. Правда? Говорят, я беру самые такие резонансные общественно... Общественно, общественность сама указывает. Ну, нам указали, что возле нас есть школа, и там они паркуются на пешеходных переходах. Конечно, мы на это отреагируем. Мы готовы всегда к конструктивной критике, мы к конструктивному диалогу готовы. И реагируем. Поверьте, мы по возможности. Таким образом, если кто-то запарковался криво, да? Человек едет и видит, что ему кривозапаркованное существо, ему сильно мешает. Да. Он звонит 102? Да. Но это неэффективно. А что, и как эффективно? Никак пока неэффективно, по одной простой причине. Смотрите, если мы приехали, припаркованный автомобиль, все, это уже поздно. Нам надо его словить либо в момент паркования, либо в момент выезда. А как же эвакуаторы там? Нету ни одного эвакуатора в городе. Обещают нам только с понедельника. Это не мы занимаемся. Это отдельная служба. Мы на них влияния не имеем. Эвакуаторы работают только те, которые вытягивают автомобили. После ДТП в основном они, ну, как говорят, там уже все равно этому автомобилю, как его туда вытянуть. А если мы будем вытягивать нормальные автомобили, то есть вероятность их повреждения. Поэтому мы на себя, ну, не берем такой риск повреждать чужой автомобиль. Есть же правила движения. Если ты запарковался криво, будь готов. Будь готов к чему? К тому, что тебя на эвакуаторе куда-то увезут. Да, но машину твою целую увезут. Очень важно. У нас нет гарантии, что мы с эвакуатором вытянем. И, во-первых, ну, это раз. Во-вторых, если он запарковался криво, то эвакуатор его просто не вытянет. Надо, чтобы там спереди было 10 метров пространства, сзади было 10 метров пространства, чтобы он стоял там не на тротуаре, а на дороге. Вот тогда мы его сможем эвакуировать. Поэтому эвакуации пока очень мало идет. Как только появится... В чем проблема эвакуатора? В том, что когда Киев запускал эвакуаторы, они выкупили по городам все манипуляторы. Вопрос именно в манипуляторах. Эвакуатор-манипуляторах, который может поднять с любой точки, погрузить автомобиль. С понедельника такие манипуляторы должны появиться. Как только эти манипуляторы появятся, ребята, да, мы будем еще более плохими для некоторых горожан. Но поверьте, мы очень быстро наведем порядок. Технически пока нет возможности. Представить возле каждого знака патрульного я не могу. Не, ну понятно. При возможности, поверьте, они потеют. Командир роты, который отвечает за этот район, она 18 тысяч звонков от меня получила вчера. Потому что и вокзал есть, где есть видеонаблюдение. Если у кого-то есть там на каких-то там офисах стоят камеры наружного видеонаблюдения и не могут нам их предоставить доступ к ним, мы с удовольствием, поверьте, это технический прогресс. И мы должны им пользоваться. И это намного эффективнее, чем стоять на одном месте и ждать. Это надо с вами связаться? Да, я всегда открыт. Это что-то стоит? Ничего не стоит. Или это просто вы будете пользоваться этими возможностями? Мы, наверное, должны платить за это. Государство должно платить за это, что мы будем пользоваться. Стоит это то, что мы будем возле этого, грубо говоря, этот район. Мы будем наблюдать в том числе, грубо говоря, этого, примитивная мера. Мы его, если там будут какие-то правонарушения, мы будем на них реагировать быстрее. Я думаю, что владельцам тоже это интересно будет. Следующий вопрос. Воносная торговля. Проблема. Но у нас сейчас нету пеших патрулей. Вы знаете, у нас недобор 150 человек. Как только мы сделаем добор, выйдем в пеший патруль, мы обязательно и с этим наведем порядок. Мы не можем сразу охватить все. Давайте там входить постепенно. Хотелось бы, конечно, но кроме неправильных парковок и выносной торговли, у нас есть вызова. Это смерть, это ДТП, ДТП очень много. Это семейные ссоры, это вырезанные кабеля, сворованный металл. И это только десятая часть, что я вам назвал. По кабелям, по металлу что-то уже есть какие-то? Да, есть уже задержанная группа, которая вырезала кабель Укртелекома. Прошлой ночью, этой ночью никого не задержали, но предотвратили. То есть мы прибыли и люди сбежали. Ну, тоже понимаете, на привозах по дворах сильно не поездишь, пока вот такая вот погода. Центральные дороги расчищены, там основные дороги расчищены, там мы патрулируем. В двор заехать, догнать кого-то будет сложно. Ну, поверьте, и погони уже были, и с этой ночью были, и я участвовал даже, да. О, Боже, этой ночью вы участвовали в погоне? Как вы хорошо выглядите для человека, который ночью не спал? Я могу сказать, что это не первая ночь, который не спал. Не, я сплю на самом деле, и по три часа удается поспать. И мне, и заму. Пока это такой режим. Ну, иногда же еще надо что-то отвечать людьми на Фейсбук, которые требуют внимания. И если ты им в течение суток не ответил, то это уже плохо. Значит, начальник плохой, не реагирует. А у них вопрос очень важный. Почему мигалки включены? Кстати, да. Почему мигалки включены? Потому что есть, потому что есть, вообще-то есть инструкция внутренняя. Я не хочу ссылаться на внутреннюю инструкцию, потому что я четко понимаю, что есть верховенство права, есть верховенство закона над внутренними инструкциями. Но давным-давно подано изменение уже в правилах дорожного движения по поводу мигалок. Вопрос к депутатам. Так вы не нам задайте. Вы задайте вопрос к депутатам, почему они на законодательном уровне не отрегулируют. Так давайте сейчас выключим. Так давайте мы вообще полицию не запускать, потому что у нас там есть еще какие-то вопросы, которые не сослакуются с законом. Если мы будем ждать наших уважаемых депутатов, которые живут с ларьков, с незаконной торговли, с наркотиков, с проституцией, буквально этой ночью закрыли бордель, с игровых автоматов, понимаете, с незаконным обеем кульверовых металей, так они никогда не запустят полицию. Никогда. Так что нам ждать? Я, вы знаете, не для того сюда пришел. Я не для того бросил свою работу, не для того пошел на войну, на Майдан. Не для того, чтобы сидеть и ждать. Как поездник. Мы сидим и ждем. Я говорю, так может ты пойдешь и ждешь? Нет, поездник сидит в таком месте, что... Но его вместо этого засунули только потому, что сидел, ждал и только троллил людей. Ну, я, вы знаете, я с ним... Ну, поезднику оттуда трудно что-то делать, кроме того, что он так делает. Не-не-не, он же до этого все делал. Я с ним до этого знаком. И мы как-то пересекались, пытались что-то менять. Я говорю, ну вот нам ГАИ там предложили совместные патрулировые. Да, сколько мне за это платить будут? Я говорю, слушайте, ну я нигде не... Слава, вот ты говоришь правильно и красиво. Но давай кроме того, что ты говоришь, ты можешь что-то еще и сделаешь. Вот бесплатно. Так это надо за что-то жить. Так найди работу достойную. И возьми на себя еще какое-то общественное. Почему работали двойные? Директор в группе филиала компании Мобилочка и Алло. Как вот, вот как, как оттуда и сюда? Очень просто. Вы знаете, там, работая в бизнесе, понимаешь, к чему это все идет. Понимаешь, что в центре города, ну, я введу пример, там, в центре Киева мы платим 40 тысяч долларов аренду за один магазин. Но при этом по документам это идет 40 тысяч гривен. Вот, и этот владелец, ну, абсолютно, может спокойно оплатить эти налоги, но он этого не делает, то это неправильно. Зарплата хорошая была, но она вся была неофициальная. Это тоже неправильно. И было желание, было желание и у собственников вывести все по-белому сделать. Но закручивали гайки, все равно, вот я там общался в Киеве с мафовиками, и они вот посчитали, что, в принципе, налог, если официально заплатить, он будет такой же, сколько они дают там взяток. Я говорю, так а в чем проблема? Сделайте все официально. Говорят, ну, понимаешь, если мы даже и сделаем все официально, все равно будут приходить, все равно будут задалбывать, требовать. А в Петровске вообще невозможно сделать официально? Можно. Можно? Сделаем, и я уверен, что все получится. Ну, потому что сейчас мы занимались вопросами мафов, там так хитро прописаны правила, что их невозможно выполнить. Ничего, перепишут. Вы уверены? Знаю. И с мафами вы тоже будете что-то делать? Да. С ума сойти. Вы же, неужели действительно у нас все поменяется? Ну, я вас уверяю. Если не секрет, как ваша семья восприняла вот такое ваше... Плохо. Как нормальная, полноценная семья плохо. Но, ну, вы знаете, меня и на Майдан не пускали. И первые там часы Майдана, я туда не поехал, но семья видела. Что для меня? Ну, они видели мое зеленое лицо, они видели мой взгляд, и они понимали, что, наверное, все-таки я должен быть там. Когда начинался Майдан, вы в каком городе были? В Днепропетровске. В Днепропетровске, да. Вы собирались сразу ехать в Киев? Да. В первые часы Майдана? Да, в первые дни. И вы просто бросили работу, да? Да. То есть, получается, начался Майдан, вы как отпуск взяли, да? Нет, не взял. Я был директором, нет, я не уволился. Я поехал в Киев. Вот. Я думал, что, в принципе, нам удастся быстрее это все закончить, и это никак не помешает моей работе. Так как я был директором, вы понимаете, это же не производство. Были хорошие замы, были хорошие директоры магазинов в подчинении. То есть, была работа налажена, дистанционно была возможность работать. И где-то была негласная поддержка руководства, которые тоже болели за то, чтобы какие-то изменения качественные в государстве произошли. Да, они меня спрашивали, ты же не в Киеве? Я говорю, нет, я же в Кривом Роге, в командировке. Говорят, хорошо, хорошо. И смеялись трубку. Да, все понимали, что я не в Кривом Роге, все понимали, что я в Киеве. И вы знаете, мы до и декабря платили зарплату, и целый январь мы заплатили зарплату. Ну, в январе мы уже в середине января сели, так откровенно пообщались. Ну, я говорю, слушайте, ну, реально, ну, я там, я должен быть там. Пошли первые смерти, я написал заявление по собственному желанию, потому что мне работа мешала заниматься Майданом. А потом Днепр один с Майдана? Потом с Майдана вернулся, но уже был безработный, поэтому было много времени. Здесь участвовал, на всех сепартийских митингах ходил. Потом мы выявили на одном из них два автомобиля с оружием. РАФ-4 устроил погоню за ним по городу. Догнали, разоружили. Их отвезли всех в бабушевский райотдел. Вот, там пришло подкрепление. Это подкрепление мы тоже разоружили. Собрали уже свое подкрепление, и мы увидели, что, оказывается, в городе Днепропетровск очень много активистов, людей, которые готовы что-то менять. Потом уже начали формировать полк национального захиста, то есть объединяться по интересам. Когда уже начал вилку своих тетушек вот здесь, с Крывого Рога, из Харькова, приняли решение, что надо формировать блокпосты. Сами организовались, распределили, кто куда, поделились на группы, организовали блокпосты. Только начали их там строить, масса людей подтянулась. Такая помощь пошла просто невероятная. Люди песок тоннами возили, мешки, сами приезжали. У меня в одну ночь... Это март-апрель? Это был апрель месяц. Вот на Пасху, я помню, только на дежурство заступило 54 человека на Краснопольском блокпосту. Ну а дальше уже вооруженное вторжение на территорию Днепропетровской области было. Было? Да, было. Были автобусы, которые заехали в Пашутравенский район. И тогда Глуховерия открыл, дал команду вооружить нас. И это был первый день формирования первого добровольческого батальона. Это на 1 мая? Это было раньше. Раньше? Это было раньше, это было апрель месяц, конец апреля. И мы получили оружие. И как-то легализироваться должны были получения это оружие. Поэтому был сформирован, был приказ Аваков, сформирован первый добровольческий батальон в Днепр-1. Поэтому я был у истока формирования этого батальона. А дальше отсюда поехали уже в Донецкую область и фактически больше не возвращался. И вот это все время... Все время был в Донецкой области, был на передовой, да. Ну, после Иловайска... И под Иловайском вы были? Я был не в Иловайске, я был в Мариуполе под Новоазовском. Мы тогда успешно разбили батальон Кальмиус под Донецком и держали оборону Мариуполя именно в Новоазовском направлении. Очень мало сил было и необходимо было, потому что часть ребят была в окружении, и необходимо было нам находиться. И организовывали все-таки вывоз наших двухсотых, трехсотых с Иловайска. провиант, подвоз, боеприпасы. Поэтому я занимался организацией именно этих моментов. Но все равно это было очень тяжело, потому что без сна, без отдыха было неделями. И это вы тогда познакомились с Борисом Филатовым, да? Нет. Я с Борисом Филатовым познакомился уже когда меня назначили начальником. Уже когда он был мэром, да? Потому что, когда он как зам губернатора, вы с ним тогда не взаимодействовали, да? Нет. Знаете, я первый раз руку пожал, наверное, тогда, когда ребята вышли из Иловайска, я приехал уже с Нареуполя, ну, во-первых, обнять, поцеловать и порадоваться за них и за нас, за выживших. И мы тогда собирались в кабинете Корбана, наверное, на седьмом этаже, и там Филатов был. Там, наверное, первый раз я с ними познакомился, ну, опять же, я был один из многих, кто там был, поэтому личного знакомства не было. А уже, будучи начальником управления сюда приехал, мы уже познакомились поближе. Вы, как у вас обошлось? Без ранений, без ничего или что-то там? Все, слава Богу. Слава Богу. Да, практически у нас, ну, те боевые задачи, которые мы выполняли, у нас все были без потерь, с одним всего лишь трехсотых. Ну, вот сейчас уже, казалось бы, да, там самый острый период прошел, уже сейчас там как-то оно наладилось, там хуже, лучше. Но почему вы решили не вернуться в бизнес? Наверняка у вас есть предложение, все-таки сюда. И вот просто мне, знаете, мне как женщине очень интересно, ну, в процентах, да? Сколько потеряла ваша семья в процентах вашего дохода от вот такого решения? Моя семья тоже работает, и жена на месте не стоит. Я пока воюю, ее консультирую в плане бизнеса, поэтому она состоялась как руководитель, и на сегодняшний день директор запорожского филиалов компании Vodafone. Ну, бывшая МТС, сейчас Vodafone. Поэтому ее доход вырос в разы. Ну, и вы знаете, когда на войне, то расходов нет особых. То есть тебе не надо, ну, волонтеры очень много помогают, на войне действительно расходов нет. То есть если ты экипирован, накормлен, обогрет, что еще надо? Я имею в виду, уже вот ваша война закончилась, да? Сейчас, сейчас доход меня не устраивает абсолютно и полностью. А еще не секрет, у вас как у начальника сколько? Ну, 8 тысяч у патрули? 12 должно быть. Да, еще не получал ни разу. И вот сколько это сравнить с тем, что было? Было 36, по курсу 8. И вот вопрос, почему? Потому что я знаю, что здесь тоже можно зарабатывать 50, и в этом ничего такого постыдного нет. По примеру топ, работников, ну, топовых компаний, топ-менеджеров топовых компаний, мы должны все-таки анализировать рынок труда и подводить к тому, что эффективно будет работать система, управление, любое подразделение тогда, когда оно будет иметь здравый смысл, рыночные отношения, если мы хотим сюда привлекать хороших специалистов, мы должны их хорошо платить. Доход. Поэтому, но, опять же, государство сейчас бедное, но ресурс и потенциал нашего государства просто феноменальны. Вы знаете, для того, чтобы в бизнесе получать хорошую зарплату, ты должен начинать тоже с нуля. Ты должен построить это. Я шучу со своими патронными полицейскими, я говорю, через два года, товарищи, когда мы тут все наладим, мы пойдем делать медицинскую реформу. Так мы же в этом ничего не понимаем. Я говорю, вопрос, не надо в этом ничего понимать. Надо быть честными, справедливыми, трудолюбивыми и хорошими организаторами. А уже кто в этом понимает, вам как менеджера надо будет найти, их организовать, систему контроля нормальную организовать. И поверьте, любую реформу можно проводить эффективно. Потому что если вы работаете в коммерческом предприятии, то там все понятно, от чего зависит ваша зарплата, ваше подразделение, как сработало, вы молодец или не молодец, вот он результат на табло. И главное, что принимает решение человек, ну скажем так, группа людей достаточно маленькая, с которой вы можете разговаривать, правильно? Ну а тут сейчас вы в общем-то рядом с какой-то системой такой очень большой, с которой разговаривать ну очень как-то так не получается, не всегда. почему? Можно доносить, вы знаете, у нас очень хорошее руководство и слышащее руководство. Просто по каким, ну руководство тоже. Есть же вертикаль, есть Верховная Рада, которая решает, что кому дать, что кому не дать. абсолютно правильно. У меня жизненный опыт был такой, у меня были моменты, когда мой доход был там чуть ли не на половину меньше, чем у моих коллег. Но я говорил всегда, давайте я поработаю, я покажу, что я могу, на что я способен. И вы тогда посмотрите. Вы знаете, месяц-два и у меня всегда доход поднимали от нужного уровня. Мое мнение такое. Для того, чтобы вкидывать деньги в реформу, в Украину, мы должны быть уверены в том, что эти деньги никто не разворует. Поэтому принцип следующий. Для того, чтобы заводить цыплят, сначала надо завести собак. Поэтому первая реформа правоохранительная. Если мы правильно все расставим, если мы правильно все сделаем, это мы построим себе забор и систему охраны и контроля. А дальше можно проводить реформы уже те экономические, нужные, важные, которые будут приносить прибыль. Вы знаете, если проблема кругообращения денег, если мы поборем коррупцию, хотя бы на уровне МАФов, если этот водитель заплатит государству штраф, а не какому-то полицейскому, то государство будет иметь взыск и какую-то одну кочку оно отремонтирует. А если этих водителей миллион, а если 40 миллионов, это колоссальные деньги. Поэтому я считаю, почему, в чем проблема коррупции? Проблема именно круговращения денег. коррупционер это тот чиновник, который живет немножко больше, берет денег немножко больше, чем ему надо. Понятно, что в Украине он все, что ему надо, не купит. И для того, чтобы где-то как-то скрыть свои доходы, он выводит в офшоры эти деньги, они просто вымываются с Украины. Поэтому мы должны это прекратить. Мы должны, во-первых, деньги оставить здесь. Убрать коррупцию. Как только мы это уберем, поднимет голову средний, мелкий бизнес. Как только поднимет средний, мелкий бизнес, вы поверьте, нахождение в бюджет, они увеличатся. Увеличится нахождение в бюджет, можно поднять вопрос о поднятии зарплаты. Почему нет? Мы будем показывать, вот мы работаем, вследствие нашей работы есть такие результаты. Можно еще эффективнее. А кстати, люди слабы. И какая у вас система контроля, чтобы ваши люди перестали рисовать по карманам культуры? Служба мониторинга. У меня есть отдельная служба, которая за этим следит. Такие мои псы, которые жестко контролируют эти моменты. Вы знаете, за полгода, ну, давайте так, опять же, людей отбирали. Очень серьезная система отбора. Людей мотивировали. Многие сюда пришли тоже не ради денег. Многие. есть все-таки чувство патриотизма и желание что-то изменить. Поэтому... Не, ну и для молодого человека 8 тысяч очень неплохая зарплата сегодня. Не бог знает что, но в принципе люди мотивированы. Потерять тот... Взять взятку, это означает потерять а, работу, опозориться. Вы знаете, с какой надеждой на них смотрят их родные и близкие? Как они гордятся ими? Это потерять авторитет, перспективу трудоустройства в будущем. И вы знаете, что за взятки мы не увольняем. Это моя личная позиция. Вот не садим в тюрьму. За взятки мы садим в тюрьму. Это однозначно. И сесть в тюрьму... Ну, совсем плохо. Это очень большие риски. Ради чего? Какой должна быть сумма, чтобы пойти на такое? И то есть люди ваши все знают, что будет не увольнение, а будет тюрьму? Да. И мы показали сразу, что были у нас там проступки, связанные немножко с другими моментами, невзятками, но три человека оступились в жизни, еще не стал полицейскими. Они были сразу уволены, доведены всем, за что публично. Все прекрасно знают, никто ничего не скрывает. и мы однозначно будем... Я не могу гарантировать на сто процентов, что все все тут... Они не святые. Ну, Они там... Я вам скажу больше, они еще далеко не профессионалы. Вот. Но мы учимся. Если нам... на красный кто-то проехал, на все... Ты позвони, скажи, поверьте, я накажу его так, что он забудет, что такое вообще ездит на мигающие зеленые. Кстати, куда звонить? Вот вы все время, позвоните, скажите, куда? 102. 102. Все жалобы на 102. Вы увидели патруль, все, у меня сразу едет мониторинг. Сразу. В течение часа у нас вся информация можно собрать, где был, что летел, и я разбираюсь. Ну, может быть, действительно вызов. Вызов срочный. Вопрос. Я отпишусь. Это несложно проверить. Это дайте запрос, и вы получите официальный документ. Таким образом, с понедельника у вас появляются эвакуаторы, и все, кто криво патрульется, надеются. Я надеюсь на то, что они с понедельника... Когда у вас появятся пешие патрули? Когда, ну, весной. Весной. То есть весной мы ждем пеших патрулей, и еще одно было то, что нам обещали новые правила, это письма счастья. Что у нас с камерами, и когда ждать письма счастья? Я за это направление не отвечаю. Это не ваш вопрос. Это не наш вопрос. Пока не знаю. Я думала, что вы взяли на себя то, что было у ГАИ, нет? Смотрите, мы возьмем в будущем, но пока еще не взяли. Мы не все взяли. У нас много планов. У нас и КОРД будет свой. Чего? КОРД. Это спецподразделение, которое будет выезжать, силовая поддержка. А, по старому Беркут. Ага, ясно. Да, да, да. То есть, это ребята подготовленные. И сейчас, между прочим, у нас очень хорошая практика по Днепропетровску. У нас Аваков подписал, что в полиции ни в одном городе не имеет силовой поддержки. Вот именно такой. Беркут использовать не хотим. Ну, тем более вы. Вот. Здесь у нас Аваков подписал, и у нас есть приданные силы Днепр-1. И с нами заступает всегда бронегруппа Днепр-1. Это ребята подготовленные, воевавшие в основном, лучшие из лучших, экипированные по последнему слову техники, потому что экипировались сами. своими силами, благодаря волонтерам, имеется в виду, без участия государства. Соответственно, я могу говорить, что это качественно было сделано. И они заступают с нами на дежурство, и если есть потребность, то они выезжают. И уже два раза мы их вызывали для профилактики. Я вам скажу, феноменальный эффект. Феноменальный. А по каким вопросам вызывали? Первый, там есть общественные организации, которые считают, что они знают закон очень хорошо, и они настолько могут варьировать некоторыми моментами, что они могут ездить, ну, беспредельно, грубо говоря, ездить без номеров. И у них есть общественная организация, они по первому звонку, пацанма приедут, братва поддержат, и мы тут испугаемся, их отпустим. Но мы не пуганные. Мы не знаем, что можно пугаться. И когда приехало 28 человек, мы приняли решение, что нам нужна группа поддержки именно уже более серьезная, чем полицейские с пистолетами. И приехала бронегруппа, как только они увидели, услышали, что подъезжает Днепр-1, ни одного не стало. Водитель отдал документы, вцепил номера, и уже ездит с номерами. И вчера была ситуация возле Мофф-Сити, тоже 6 человек, закрылись в машине, укошечка приоткрыли там. Мы не знаем, что там. Возможно, вооружены. Мы распредупили, второй и третий. Ну, биться те, кто не хотелось, не хотелось, хотя имели право, по-моему. Вызвали бронегруппу. Как только услышали, что едет Днепр, поразбегались, а там была проблема в том, почему мы к ним подъехали, потому что шторки стояли на номерах. Стояли шторки, мы сделали замечание, эти шторки замерзли, потому что, сами понимаете, какая погода. Ничего, прина, с водичкой, отогрел, оторвал, снял эти шторки и уже будут ездить без шторок. Выписали постановление, оплатят штраф и настроение у него испортилось, конечно. А у нас улучшилось, потому что, а, ребята уверены в том, что всегда за спиной стоят более опытные, более сильные специалисты в узком направлении. Поэтому очень хорошая практика и она показывает, что она эффективная, из этого исходя, у нас скорбь будет, я думаю, формироваться в разы быстрее, потому что он необходим для патрульной политики. Я вам говорю, да, всегда открыт к общению, там, не слушайте, там, злые слухи, семь машин побитых, мне в первый день, говорю, у вас пять машин разбито. Собор администрация, вот, носировал в дереве, так же, как и за взятки, что вы перелетесь, взятки, ребята, отдайте хотя бы один факт. Но перед тем, как говорить, дайте один факт. Был у меня там один момент, у меня патрульные там в снег заехали, и когда вытаскивали, треснул бампер, чуть-чуть. Вот. Знал один там, этот, Миша, тонконогий. Я в курсе, я говорю, Миша, я тебе покажу фотографию, если ты считаешь, что это ДТП, что я должен, в чем вина ребят? В том, что другие ребята пишут, люди пишут, вот, у нас во дворах мы не видели. Я говорю, так вы определитесь, вы хотите, чтобы мы заезжали в дворы, но при этом мы не ломали бампера? Но это нереально. Машины не новые. Намерзло, лед намерз, да, на подкрыльнике. Подкрыльник оборвался. Я смотрю, так этот подкрыльник был на, ну, этих, на саморезах прикручен. Машины, гаишники, нам вот, скотчем поподклеивали, отдали, а мы сейчас, оно вылазит. Это все, там, в течение дня, двух, ремонтируется, благо, у нас там, есть неплохая поддержка, с Тойоты, то есть, они там, нас обслуживают в первую очередь. Вот, ну, потому что нам больше всего надо. И им надо, и всем надо. Поэтому, хорошо, что ребята на это пошли. И тоже, они сейчас говорят, говорят, что вы не толкали, давайте мы вам, если есть потребность вытащить машину, мы вам дадим машину с лебедкой, у нас есть джип. И уже тоже два раза ездили, вытаскивали нас. Ну, а как, не выехать? А если у меня на этот адрес вызов, мне туда не поехать, потому что там снег, или пешком идти там два километра, тогда, ну, поэтому, извините, да, есть излишество, да, возможно, будут ДТП, да, есть ДТП, но, если есть вопросы, 7, 10, 12, позвоните мне, я никогда не соберусь. что машины ездят по городу при такой погоде, и у вас одно ДТП, это вы вообще Я вам скажу откровенно, со мной поспорил Киев, что у меня в первый день будут две машины побиты. Я сказал не будет, я выиграл. Боже. Никто не верил. Вот, ну, я... А что выиграли? А? Что выиграли? Бутылку виски. Класс. Спасибо вам большое. А, спасибо.